А сейчас время свежих телеграм-новостей. Вот о чем пишет сегодня местный телеграм-издание. Давайте быстро пробежимся. Красноярск-главный радио, Красноярск-главный на 102,8 FM сообщает, что в лесу в Емельяновском районе заблудилась женщина. И что в субботу на улице Октябрьская будет ограниченное движение автомобилей на целых три месяца. Какой ужас. Прима-ньюс, телеграм сообщает, что на Мира-90 опять реставрируют осыпавшиеся бортики фасада Аграрного университета. Смотрите, как это выглядит. Мы уже рассказывали в апреле, что отреставрировано не так давно здание начало осыпаться. И сверху карниз, и внизу тоже. Но вот видим, что подрядчик, видимо, по гарантии все начинает исправлять только сейчас. Красноярск сообщает, что неадекватный красноярец в центре города кричал на всю улицу, что он сотрудник СОБРа. Это был 34-летний, вероятно, выпивший мужчина. Он посылал горожан и прохожих куда подальше. За это его пытались скрутить сотрудники СОБРа, но он кричал им, что он их коллегой тоже работает в силовых структурах. Ну, видимо, будет объясняться уже в отделе. Как раз туда его и доставили. Ну и наши коллеги с дела.ру сообщают, что сейчас в сетях магазинов бытовой техники, электроники, таких как ДНС, например, и МВидео, сотрудники якобы массово увольняются, их заставляют, точнее, увольняться. Ну что ж, если вам интересна эта тема, можете пройти по ссылке и посмотреть, какой материал сделали наши коллеги. Ну а далее мы с вами поговорим о туризме.